всем привет на моем канале сегодня будет максимально кустарное видео не будет практически не будет игровых тестов просто обрады старого железа ну и частично ремонт общим за последние несколько дней мне принесли на ремонт два компьютера на а м втором сокете в одном был отвал во втором просто слабый процессор так если так начнем наверное с первого там где было собственно его материнская плата все остальные комплектующие в корпус жесткий диск и да в принципе и все я не буду рассматривать там же железо еще то еще тех времен в общем вы поняли общем первая плата это msi ms 7501 так вот плата выглядит в общем в этой в этого компьютера и данной платы была такая проблема был забит кулер шерстью и пылью правда я уже почистил если вы видите но когда я получил там было все забито наглухо и естественно процессор перегревался кроме того между радиатором и процессором практически не было термопасты была какая-то старая засохшая практически нет ничего не было то есть процессор неплохо так жарился у человека можно сказать прямо прямо зажарился процессор там было тлон x64 такой от 3 и и и судя по названию это был 33 600 в общем сути не меняет этот процессор может запуститься может запуститься когда холодный может поработать при нагреве он отваливается и может даже не стартовать в общем похоже на отвал чипа от подложки в общем я не долго думая просто выбросил этот труд и поставил новый а новый я сюда поставил атлон 2 x3 445 что мы интересное это материнская плата идет на а м втором сокете процессор тоже под а второй сокет а новый процессор будет точнее он уже есть в общем новый процессор уже есть это атлон 2 445 как я и сказал процессор на а м третьем сокете как вы все знаете некоторые материнские платы на а м 2 и 2 плюс при обновлении биоса до последних версий могут принимать процессоры сокета а м 3 а м 3 плюс не подойдет там ножки толще а м 3 свободно подходит таким образом для для данной материнской платы уже обновил биос может я даже вставлю видео с прошивкой да скорее всего ставлю в общем теперь на этой плате будет стоять этот процессор да кому интересно в чем различие между процессорами то есть между сокетами а м 2 плюс и м 3 практически практически нет тут в м 3 есть лишний в общем во им 2 есть лишние пины а м 3 их нет здесь по моему нет и здесь вы все практические различий нет таким образом при обновлении биоса материнской платы мы можем получить поддержку процессором процессором и сокетом а м 3 узнать поддерживает ли ваш ваша материнская плата процессоры а м 3 при обновлении биоса вы можете посмотреть на сайте производителя материнской платы это никакой не модинг просто обновление биоса до более ранних то есть не ранних более поздних в общем обновление до последних версий биоса чем к тому же на этой материнской платы установлена всего 2 гигабайта оперативной памяти что по нынешним временам очень мало у многих на смартфонах больше памяти чем на этом компьютере такие вот планочки люди не хотят но складывать денег им он данный компьютер нужен только для серфинга серфинга в интернете просмотра youtube чека видосов видео там фильмов ну и поиграть в какие-то простенькие флеш игры в общем с этой материнской платой я закончил на очереди есть еще одна плата тоже на м втором сокете это asus m2 n68 и ms и в общем такая плата с инфорской инфорсовским чипсетом в общем не важно какой там n730 по моему в общем не суть важно в общем в этой плате единственная проблема это это процессор здесь установлен сэмпром 1150 но это общем вообще полные полные дрова по нынешним временам грузится почти в сотню даже при серфинге по сайтам то есть практически он не годится данной данный компьютер с этой материнской платой владельцами также будет другими владельцами также будет использоваться для серфинга в интернете просмотров видосов youtube чеки ну и так фильмов фотографий и просто небольшая мультимедийная платформа как бы в общем здесь будет меняться процессор тоже на точно такой же атлон 2 x3 445 или может быть другой в общем здесь тоже я уже прошел bios это так как это asus так как это asus bios тут шьется немного проще чем на и мы сайки залили bios на флешку зашли в утилиту в биосе выбрали прошивку и все прошилось в этой плате на этой плате на этой плате была установлена два модуля один на 2 гигабайта один на один то есть три гигабайта что в принципе неплохо ну сюда я еще добавлю еще одну планку 1 гигабайт выброшу и вместо него сюда просто поставлю одну планку на 4 гигабайта таким образом данная система получит аж 6 гигабайт оперативной памяти в принципе можно и вот эту 2 гиговую заменить на еще одну 4 гиговую и будет аж 8 гигабайт чего будет там за головой для мультимедийной платформы в общем с кратким обзором пациентов я закончил сейчас наверно переместимся за стенд я прошью bios покажу как прошивать bios на вот этой материнской плате и может быть на этой сделаю несколько небольших тестов из вот этим вот сэмпрон чекам если кому-то может пригодиться как система себя ведет с вот этим процессором и с атлоном 2 x3 445 в общем с трехъядерным атлоном на сокете а м3 так сейчас я наверно покажу прошивку биоса на асусе соберем соберу стенд в принципе меня тут все уже полу готово мышку не обязательно но я включу так монитор это 1 бросить наоборот 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 флешка и запускаем идем идем в инструменты, запускаем утилиту для прошивки вот так вот она выглядит флешка уже установлена флешка на 16 гигабайт по моему, я ее специально не подготавливал там FAT32 по моему форматирована ну в общем утилита ее прекрасно видит, вот она и вот на флешке находим файл прошивки биоса которую мы скачали с официального сайта жмем ENTER и прошиваем у меня уже система прошита вот версия 0.8.0.4 это последняя версия биоса для этой материнской платы поэтому я не буду ничего делать так выходим ну и в принципе для этой материнской платы прошивка биоса заканчивается так из самого биоса вот как видите здесь сэмпром 1150 памяти я уже установил 6 гигабайт то есть один модуль один модуль на 2 и 1 на 4 вот так с этой платы я наверное заканчиваю все остальные манипуляции я буду проводить на MSI поскольку на этой в принципе мы закончили и основная работа будет на той на эту плату то просто установится новый процессор и новая винда накатится потому как там по-моему было 32-битная ну в общем тут все тесты также будут проводиться на той плате поскольку что-то что это будут в работе практически одинаково в общем эту плату я выключаю и перехожу к MSI и так буду шить BIOS через программу LiveUpdate5 в 6 версии нет пункта BIOS материнской платы поэтому буду шить через 5 запускаем программку предлагает 6 версии мы 6 не ставим пропускаем вот на данной материнской плате BIOS версии 1.8 заходим в LiveUpdate у меня уже есть если у вас нету жмем Manual Scan Mainboard BIOS и жмем сканировать рамка просканирует и найдет последнюю версию BIOS для вашей материнской платы удобно тем кто боится скачать не тот BIOS или точно не знает какая у него материнская плата установил программку просканировал и тебе все выдало выбираем жмем скачать установить так ну скачалась вот по вот этому пути в общем по этому пути оно скачивается можно выбрать другой например я выберу и и ну допустим в эту папку выбрали соглашаемся так вот этот файлик который мы скачали сегодняшнее число и время запускаем запускаем и вот он предлагает обновить далее жмем Windows Mod можно конечно DOS через DOS надежней но обычно через BIOS нормально прошивается да и мне лень морочить голову с флешкой к тому же я не могу найти своей флешки далее предлагает закрыть все программки закрываем далее и жмем Start запустился прошиватель и ждем пока он прошьет при этом компьютер не выключаем так как видим прочистка очистка флешки прошла успешно запись тоже верификация убираем все BIOS прошит и так BIOS прошился система перезапустилась заходим в BIOS и смотрим какая версия BIOS у нас сейчас так итак мы видим что у нас версия BIOS изменилась и теперь она 1.12 12 это получается если 1.C если C идет 16-ти речной системе исчисления то если C перевести в десятичную получится 12 вот мы имеем 1.12 так сейчас установлен процессор Sempron 1150 сейчас буду менять на Atlon X3 Atlon X3 445 на AM втором сокете так вырубаем чтобы видно было кулер Atlon Sempron старый берем Atlon но тут Atlon сейчас запустим и посмотрим будет он работать или нет должен работать я установил прошил последнюю версию BIOS следовательно Опа Так термопаста там какая-то есть я думаю ему хватит для проверки точно хватит так где скоба 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 закрутилась прижимаем кулер так запускаем так фирменный запуск отверточкой так и момент истины ждем будет ли работать этот BIOS так видим система запустилась как видим BIOS определил Atlon 2 X3 445 то есть три ядра зайдем в BIOS как видим все все есть в системе Info тоже все отлично видно X3 445 перехожу к MS сайте тут уже установлен Atlon 2 так вот отключаем питание клавиатура мышь монитор сразу интернет можно включить 24 контактная колодка куда же без нее винт айдишный у меня есть и сатану хочется поиспользовать хоть где-то винты с айдишным разъемом кулер кулер стенд и собран здесь пока установлено 2 гигабайта можно в принципе добавить что я наверное сделаю только поставлю сюда сразу полностью заряжу наверное это модуль на на 4 обойта 1 на 1 оставлю и добавлю 2 по 2 еще 1 на 2 таким образом у нас будет установлено в общем запускаем вертушку забыл включить так перезапустим bios уже обновлен установлена сюда также последняя версия 1.12 или 1.c зайдем windows так я наверное сменю монитор поставлю сюда full hd потому как скорее всего система будет использоваться с full hd монитором монитор Сделаем несколько тестов. CPU-Z правильно определил процессор. Даже видит сокет AM3, как видите. Делаем проведу Bench. 150 попугаев в одной потоке и 290 в многопотоке. Если сравнить его, например, с 2 600 кей в стоке, то разница будет вот такая. Разница очень большая. Память работает на 667 МГц. Но для мультимедийного центра это будет достаточно. При этом двухканал активировался. При том, что у нас здесь установлена сборная солянка. на 1 на 4 и 2 по 2 ГБ. Какой-то. Сделаем несколько тестов в АИДе. Тест памяти и кэш памяти. Да, на 667 МГц работает память. Но это не критично, как по мне, для мультимедийной системы. Скорость чтения почти 9 ГБ. Записи 7,5, даже меньше. И латентность 7,78 нанасекунд. Что, в принципе, достаточно будет. Так, тест CPU Queen. Выглядит вот так вот. Процессор у нас находится ниже, немного ниже, фенома X49500, который на AM2 сокете. Видите, отставания от него не очень большие. Если взять процессор постарше, например, 2600, то здесь будет 40, почти 44 тысячи. А этот отлончик выдает даже 16. Ну, грубо говоря, 16 тысяч. Что, в принципе, неплохо, как для него. Но, в сравнении с 2600, это слабо. Очень слабо. Тест на чтение запись. И наш отлончик вот где находится. Дальше. И чтение запись. Наш отлончик на уровне фенома. Можно еще пару тестов сделать. Видео я, скорее всего, порежу, потому как некоторые моменты занимают время. И чтобы не растягивать видео. Вот где наш отлончик находится. Так, что касается температур, то в простое он греется до 40 градусов. Дальше. Что, в принципе, неплохо. С таким вот боксовым низкопрофильным кулером. Радиатор холодный. Цепи питания также холодные. Так. Синебенч. Наверное, запущу Синебенчер 15 для радиоинтереса. Так, он на флешке у меня. Так. Синебенчер 15. Здесь тоже, как видите, 445 атлон трехъядерный. Ну, запускаем тест. Так. Чтобы не ждать завершения, я прервусь. И когда тест будет заканчиваться, я вернусь. Итак, прошло примерно минут 5 теста. Пока тест не закончился, посмотрим на температуру. процессор прогорелся до 57-58 градусов, что, в принципе, довольно неплохо. Учитывая, что он охлаждается обычным боксовым низкопрофильным кулером. Цепи питания. Цепи питания нагрелись, но терпимо. То есть, примерно до 50 градусов. Руку можно легко держать на дросселях. То есть, не на дросселях, а на светах. При нааре дросселей ничего и не будет там. Просто окатушка. Так. Посмотрим результат. И результат у нас всего-навсего 190 баллов. 190 баллов. Это очень, очень плохо. Особенно если сравнить это вот с более старшими. 190 баллов Атлон и 9900КФ. Почти 2100. Почти, ну почти 2000 баллов разница. Это прям пропасть между этим Атлоном и 9900КФ. Так. Так как процессор будет использоваться как мультимедийная станция, то есть, для просмотра видосов на ютубчике. Нужно, нужно затестить его, конечно же, в ютубе. Так. Монитор тут небольшой. Небольшой с разрешением. 1280 на 1024. Так, наверное, сделаю. Посмотрим, как будет работать ютуб на таком мониторе. Так. Зайдем на вот этот вот интересный канал. Кстати, на правах рекламы. Не забудьте поддержать этого человека. Он снимает неплохие видосы, которые могут многим пригодиться. Не забывайте поддержать его лайками, просмотрами, подписками. В общем, угодные видосы клипает человек. Так. И посмотрим видос, как он будет идти на этом Атлоне. Так. Качество. Ставим сразу. А здесь и стоит Full HD 60 кадров. И, как видите, видео идет нормально. Так. А если в игре? Нету ни лагов, ни подтормаживаний. Для просмотра видео данный процессор будет как нельзя кстати. Так. Что касается загрузки, то он загружен практически под сотню. При этом он тащит Full HD 1080p и на 60 кадрах. То есть, если будут видео на 30 кадров, на русском будет меньше. Так. А если 720? Так. Переключил на 720. И для HD качества видео этого процессора прям с головой. Так. Сейчас, наверное, я снова прервусь. Заменю монитор на Full HD. И еще раз проверим. Так. Подцепил монитор Full HD 1080p, то есть разрешение 1920 на 1080p. Так. В простой процессор практически не нагружен. Так. Зайдем в YouTube. Идем снова на наш любимый канал. Запускаем последнее видео. Качество сразу на Full HD. Так. Что касается загрузки, то процессор почти полностью загружен. Так. При развороте на весь экран. При развороте на весь экран. В принципе, видео идет плавно. 1080p. 60 кадров. Full HD монитор. Как видите, практически все нормально. То есть, процессора с головой хватит для мультимедийной станции. Так. Что у нас с загрузкой процессора. А процессор у нас полностью и не был загружен практически во время, когда видео было развернуто на весь экран. Я хотел еще сделать тест, например, в CS GO хотя бы. Ну, провел несколько тестов. Да. Там просто и тесты не нужно было проводить. Просто в меню заходишь и уже видно сразу 10-20 кадров. Во время бенчмарка до дыма примерно система выдает до 10 кадров. При этом процессор не нагружен. Весь упор в встроенную графику. Сейчас все на встройке. То есть, вот эта загрузка была с видео в Full HD на встройке. Так. Добавил еще затычку. Затычка это, если видно, GeForce 7600GS. на 256 мегабайт. В принципе, банальная затычка. Лишь бы воспроизводить видео. Это, собственно, моя старая карта, которую я купил в далеком 2007 году. До сих пор она у меня и еще живая. Такая вот небольшая, получается, настолическая сборочка. Так. Диспетчер задач. Простой процессор практически не нагружен. Идем в YouTube. Идем в YouTube. Грузится не очень быстро, поскольку система установлена на жесткий диск. Ну, вы поняли. Так. Идем в YouTube. Как всегда на наш любимый канал. Так. Видео. Качество Full HD. 60 кадров. При этом промотаю немного. Ага. Так. В свернутом, то есть не развернутом состоянии, нагрузка на процессор примерно 40-50%. Хорошо. Так. На весь экран. Так. Как и на встройке. Видео идет плавно, что в принципе логично. Даже более логичней, что даже на такой дискретке видео будет идти лучше, чем на встройке тех времен. Вот так. Картинка плавная. Смотрим на загрузку. И, как видим, одно ядро даже не загружалось больше половины. И так. Ну, в целом, как мы видим, даже с такой затычкой нагрузка на процессор достаточно неплохо так упала. Если на встройке при просмотре видео в Full HD на весь экран, процессор грузится на половину. При этом, как мы видим, одно ядро грузится совсем немного. Так. Установил. Установил смпро. Чтобы показать, как бы, разницу в производительности. Так. Установлен смпро на 1150. АМ2 сокет. Сделаю тест. АМ2 сокет. Сделаю тест. Так. Ну, логично. Одно ядро один поток. И поэтому, что в одном потоке, что в мульти потоке, у нас практически одна цифра. То есть, практически этот процессор хуже калькулятора. Ну, или на уровне калькулятора. Так. Cinebench R15 запускать я даже не вижу смысла. Поскольку там, наверное, придется только с самого завершения теста ждать полчаса. Так. Запустим AID. Так. Процессор. Сэмпрон. Все точно. С температурами у нас вообще он холодный в простое. АЦПУ Квин. АЦПУ Квин. АЦПУ Квин нам показывает, что это вообще... Этот процессор вообще ничего не может. Три с половиной тысячи. Это прям, прям позор. Это не то, что позор. Это не то, что позор. Это вообще... Это вообще ничего. Даже... АТЛОН X3 445 будет гораздо лучше. Он будет вот где-то... где-то здесь. В районе 16 тысяч. Это три с половиной тысячи. Сэмпрон. А АТЛОН будет в районе 16. Неплохой такой прирост. Сэмпрон. Монитор FullHD. Встройка. Работает у нас встройки. Зайдем в Ютубчик. И посмотрим, насколько все плохо. При этом установлено 8 гигабайт оперативной памяти. Так, это до сих пор грузится Ютубу. Ну, наконец-то. Хотя бы прогрузился. Хотя бы сайт прогрузился. Я уже не говорю о запуске видео. Как мы видим, процессор. Процессор под сотку постоянно. Так, видео. Ну, запустим. Посмотрим, что он может. Вот. Даже видео в 48p не может нормально подгрузить. Уже не говоря о воспроизведении видео. Нужно запустить. Так. Ну, даже видео. на 480p немного подглаивает. То есть на Сэмпроне все прям совсем плохо. так. Давай. Давай, 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 давай. Давай. Не тормози. Я хочу посмотреть на слайд-шоу. так hd качество 720p 720p и 60 кадров и видео даже воспроизведение видео лагает и подгрузки и ну это это не невозможно смотреть это реально реально слайд-шоу процессора в сотку и не думал даже опускаться ниже как видите слайд-шоу неплохое так а если 1080p выставить ради интереса я так подозреваю он его даже даже видео не прогрузит нормально ну или загрузить сейчас картинку ну да хардкорность слайд-шоу увеличилась в общем каждая частота кадров примерно один кадр секунд со 10-20 а то и больше в общем тут нужно измерять не в кадрах в секунду а в секундах между кадрами так напомню это было на в стройке сейчас попробую накинуть 760 дискретную видеоху итак подкинул geforce 7600 gs на 256 мегабайт и запустил chrome так как видите система в простое может выстреливать под сотню при этом в хроме я даже еще не на такой сайт не зашел так идем на youtube ну youtube что на стройке диск редки грузится не очень быстро но 7600 вроде как чуть шустрей так смотрим видео так и делайте ставки делаем ставки сколько кадров будет сколько секунд между кадрами так нас видя фай картина чуть получше конечно процессор в сотку ну хотя бы видео в 480 пи не лагает практически да нет есть небольшие подторможения все равно есть так урубаем хардкор 1080 процессор забыл что такое загрузка меньше стопроцентного ждем в общем сидеть на семпроне 1150 в 2020 году это это сплошная боль я даже не знаю что на нем сейчас можно делать с дискреткой конечно зависла ну в общем как вы поняли на семпроне что с дискреткой что без смотреть видео в full hd практически нереально лучше взять тот же феном 9100 или да феном 9100 9500 можно или уже брать а м3 если материнская плата имеет биосы обновляющие если материнская плата имеет обновление биоса под а м3 сокет и брать тогда уже атлон трех ядерный 445 или старше можно если нет биоса который поддерживает а м3 сокет можно смело брать 9100 я уже проверял в принципе на 9100 тоже можно вполне комфортно смотреть в full hd видео ну в общем как вы видите на семпроне сплошное слайд шоу и для не то что full hd он и для 480 пене годится практически таким образом на данный момент сэмпрон это уже не процессор а просто брелок который можно вставить вместо процессора или затычка чтобы не засорялся сокет заглушка правильное название для сэмпрон 1150 в 2020 году это заглушка сокета и так если подытожить то если у вас есть материнская плата на а м2 а м2 плюс на сокете а м2 проверьте официальный сайт производителя вашей материнской платы если в поддерживаемых процессорах есть процессоры с сокетом а м3 то желательно обновить bios на последнюю версию и использовать данную материнскую плату с процессором а м3 на а м3 сокете тот же атлон x3 445 он и стоит недорого а производительность него неплохая процессоры выше старшая старшие процессоры стоят уже немного дороже в принципе не очень много ну зачем переплачивать там частота немного выше но и переплата есть чуть ли не в два раза от цены 445 если же ваша материнская плата на а м2 сокете не поддерживает новых процессоров более новых процессоров на а м3 сокете то смотрите в сторону феном x4 9100 е 9500 е или просто 9500 процессоры четырех ядерные и для большинства задач серфинга в интернете просмотра видео схватит с головой на этом думаю буду заканчивать видео всем спасибо за внимание буду благодарен за лайки подписки и просмотры также все желающие могут помочь канала материально добровольными пожертвованиями надеюсь мое видео будет вам полезно ну или кому-то пригодится всем спасибо за внимание и до скорых встреч на моем канале целый вскоре а они 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 ну они м Продолжение следует...